Всем привет и добро пожаловать на новый ролик про патч ноут. В этом патче начинает решаться проблема с точностью стрельбы из автоматов на бегу, улучшенная взаимосвязь между рангом и реальным скиллом игрока, а также несколько будущих изменений. В общем-то, патч небольшой, но очень важный и интересный. Но перед тем, как перейти к просмотру и обзору патча, я хочу предложить вам поучаствовать в моем, можно сказать, первом небольшом турнире. Для участия переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку. Участие абсолютно бесплатное, а в качестве призов будет разыграно 5000 рублей. Начинается турнир 13-го числа, так что успейте зарегистрироваться. Всем желаю удачи и переходим к видосу. Как и предполагалось, была изменена точность стрельбы для винтовок, то есть для бульдога, гвардиана, фантома и вандала. Но что мне не очень понравилось, нам подчеркнули, что эти изменения скажутся по большей части на стрельбе на дальних дистанциях, а вблизи все будет примерно так же. Как-то странно получается, ведь именно вблизи эта проблема и мешала больше всего. Погрешность стрельбы из автоматов на бегу увеличена с 3.75 до 5. Погрешность стрельбы из автоматов при ходьбе увеличена с 0.8 до 1.1. А погрешность стрельбы из автоматов при передвижении сидя с 0.3 до 0.8. Не такие уж и крупные изменения, но как нам сообщили, если этого будет мало, в следующих патчах будут очередные изменения, так что уже неплохо. Теперь что касается ранговых обновлений, потому что это была основная проблема. Бущины имморталы и киберкотлеты на платинах. В целом, игроки теперь должны реже застревать на определенном ранге, если они попадаются в матчи более высокого уровня, чем их предполагаемый ранг. А те, кто покажут какой-то выдающийся результат и помогут команде выиграть матч, получат почти 50 элла. То есть, чтобы хорошим игрокам добраться до высокого ранга, теперь нужно будет сыграть меньшее количество игр. И это, конечно же, очень круто. Также игроки от железа и до алмаза, которые показывают в катке действительно выдающийся результат, также будут получать дополнительные очки элла. И тут важно понять, дополнительная элла будет выдаваться вам не за то, что вы, например, набьете больше киллов, чем ваша команда во время катки, а именно, если ваш личный успех будет выше по сравнению с вашими же обычными играми. Это очень важная сноска. А плюсом этой системы также будет и то, что в игре станет меньше смурфов, просто потому что они будут играть с такими же сильными игроками за счет быстрых повышений. Кстати, кто не знал, на рангах Бессмертный и Радиант максимум можно играть вдвоем. Так вот теперь такая же песня будет и с рангом Алмаз 3. Это сделано для того, чтобы еще будучи алмазом, игроки подготавливались к вступлению в таблицы лидеров. Они играли в пятером и таким образом перескакивали на ранг Бессмертный. Так что теперь будет такая небольшая буферная зона перед Имморталом, а также на самих Имморталах будет меньше людей, которые апнулись за счет своей команды. Ну а также ваше итоговое место в таблице лидеров будет отображаться на вашей эмблеме акта, что также достаточно прикольно, потому что можно получить Иммортала и быть десятитысячным, а можно каким-нибудь просто тысячным, а разница там достаточно большая, поверьте мне. И тот факт, что это будет отображаться на эмблеме акта, достаточно круто. Еще одно небольшое изменение связано с магазином внутри игры. Если вдруг вы любили покупать разное оружие слишком часто, то более делать этого не сможете, потому как множество покупок за короткое время могло вызвать проблемы с производительностью. В большинстве режимов это ограничение не такое значительное, но в режиме бой-насмерть оно достаточно строгое. Ну и помимо всего прочего было исправлено очень много ошибок, и как всегда я перечислю лишь самые основные. Больше не получится установить спайк бесшумно. Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли двигаться после использования дрона совы или камеры сайфера. Исправлена надоедливая ошибка, когда окно чата нельзя было закрыть на протяжении всей игры. Исправлена ошибка, из-за которой АФКшером и Ливером не всегда выдавали банду на поиск игр. Исправлена ошибка со значком Бессмертный, теперь везде это будет Бессмертный 3. И исправлена ошибка с Йору, из-за которой во время ульты он застревал в различных местах на карте. Также из интересного в игру вернется уже довольно старый Гличпоп, вернее его обновленная версия Гличпоп 2.0. Одна из моих любимых коллекций. А теперь нас будет ждать новый нож в виде топора, напоминает кстати Томагав. Также там будет Вандау, Фантом, Классик и Оператор. Стоит этот набор аж целых 8700 валранпоинтов и по сути является одним из самых дорогих в игре. Но зато выглядит все действительно очень круто. Так что если вдруг кто-то ждал, можете возрадоваться. Также совсем скоро я выложу видос, где расскажу о планах разработчиков на патч 2.03, а также на второй акт второго эпизода. Там уже есть много интересной инфы. Ну а на этом этот небольшой патч-ноут подошел к концу. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. С вами был как всегда Раундс. Увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok